Продолжение следует... И был полностью идентичным переизданием 1931 года. Я тогда только начинала изучать литовский язык, и эта книга стала практически первой, которую я прочитала по-литовски. Интересно, что автор не был обозначен на титульном листе, и только из краткой аннотации в конце книги можно было узнать, что эти предания записал, следуя доктору Захорскому, некий П. Вингис. На самом деле Вингис – это псевдоним, под которым скрывался публицист и издатель Прана Жукаускас. Он работал книгоиздателем, руководил типографией, в разное время был ответственным редактором нескольких газет, занимался культурной и общественной деятельностью. Тем временем Владислав Захорский был врачом, историком, литератором и опубликовал множество работ по истории и архитектуре Вильнюса. «Вильнюсские предания» он издал, вот издание вы видите, опубликовал в 1925 году по-польски. Когда немного позже мне удалось найти вот этот польский оригинал, выяснилось, что Вингис не все перевел в точность, он кое-что добавил, кое-что сократил и какие-то тексты не включил в собрание, а какие-то добавил от себя. А также снабдил книгу подробным обзором основных событий в истории Вильнюса. Поскольку я сделала перевод этих преданий на русский язык, вот это издание, я столкнулась с проблемой, какой источник считать окончательным. Тот вариант, который приводит Вингис или оригинал Захорского. Я решила учитывать эти оба варианта максимально полно и в случае расхождения вставлять свои комментарии. Такие расхождения очень показательны. Самое большое отличие двух изданий в том, что Захорский просто публикует предания, а ссылаясь на источники о Вингис предваряет их пространным описанием своего взгляда на историю Вильнюса. И взгляд этот очень ярко отражает литовские настроения межвоенного времени. Готовя к публикации русский перевод, я колебалась, стоит ли включать в него этот очерк. И вот Евгения Львовна в том числе советовалась. Поскольку с точки зрения фактологической он малополезен и содержит довольно субъективный дилетантский взгляд на историю. Но именно из-за субъективности, Евгения Львовна мне тоже так и сказала, этот очерк становится очень интересным документом своей эпохи. Отдельную часть своего очерка Вингис посвятил доказательствам того, что Вильнюс все время был истинно литовским городом. Несмотря на то, что в нем долгое время проводилась политика полонизации. Следует учесть, конечно, то, что Вингис издал свою книгу именно в то время, когда Вильнюс и треть литовских земель были заняты поляками. И поэтому его патриотический пафос можно понять. Вкратце основную мысль его, эта очерка, можно передать так. В Вильнюсе все время жили литовцы и жили хорошо, а поляки постоянно пытались импортить жизнь. Вингис утверждает, что в Вильнюсе было только небольшое количество славянских колонистов, немецких ремесленников и евреев. А в остальном, во все времена, все его жители были литовцами. И через весь очерк красной нитью проходит мысль о том, что во всех несчастьях Литвы, с самого начала ее истории, виноваты поляки. До крещения Литвы она процветала, была сильным и могущественным государством, но вот пришел Егайло и все изменилось. Он пишет, здесь я привела и литовские варианты, и русские, буду читать по-русски. Егайло раздал польским шляхтичам много литовских земель и отдал литовцев в руки новых господ. Литовцы до этого времени еще не знали Иго крепостного права и только с момента братания Егайло с поляками попали под их власть, так как с этого времени права литовцев были усечены. Их присвоили польские паны. После введения в Вильнюсе христианства в 1387 году польскими священниками, которые не знали литовского языка и ненавидели его как языческий, были заложены первая основа полонизации, которая надолго с помощью духовенства пустила корни среди жителей Вильнюса, воцарилась в крае и ассимилировала их. По мнению Вингиса, Люблинская уния окончательно погубила Литву и посеяла раздор между жителями Вильнюса. Ссылаясь на впечатления финского герцога Иоанна, сына Густава Вазы, он пишет, что в начале 16 века в столице было великое множество жителей разных национальностей, и в то время они еще не преследовались. В те времена люди еще не преследовались ни из-за национальности, ни из-за веры. Только после губительной для Литвы Люблинской унии, которая образовалась в 1569 году, началось натравливание людей друг на друга, не закончившиеся и по сей день. С этого же времени, по мнению Вингиса, началась усиленная полонизация, орудием которой был прежде всего костел. Вот как он об этом пишет. Польские короли, которые одновременно были и великими литовскими князьями, погрязшие в пирах и развлечениях своей Польши, на Вильнюс и Литву обращали внимание постольку, поскольку могли от нее получить материальную выгоду. О Вильнюсе и нуждах Литвы совсем не заботились. Литва и Вильнюс были отданы на произвол вельмож, забредших из Польши и полячившихся литовских дворян. Польские вельможи запретвелялись каждому шагу, еще любящих свой край литовских дворян, ссорились с ними, а о защите страны совсем не думали. Далее он сетует. Вильнюса тоже появились по вине поляков. Например, русские заняли Литву из-за польского восстания 1861-1863 годов. Вскоре после этого Вильнюс снова захватили коварные поляки. И заканчивая свой обзор, он пишет. С тех пор владеют хищники нашей столицы с воротами зари могилы Витута Савеликого и другими ценными литовскими реликвиями, мучая наших братьев. И сегодня в нашей столице мошенники все еще продолжают губительную для нашего народа работу. А преследуемые и мучаемые наши братья ждут освобождения. Принимая во внимание то, что именно Вильнюс положил начало чести и мощи литовского государства, и через несколько сотен лет опять же в Вильнюсе возродилась независимость Литвы, святая обязанность каждого литовца не только словом, но и делом доказать миру, что мы без Вильнюса не успокоимся. И всеми силами стараться как можно скорее освободить его из рук мошенников и избавить наших порабощенных братьев из тяжелого плена. Таким пафосным призывом Вингис заканчивает свой обзор вильнюсской истории и переходит, собственно, к преданиям. И в самих преданиях иногда слышны те же нотки, хотя он старается переводить все в точности. Но все же иногда он не удерживался, уставлял свои комментарии или что-то опускал. Прежде всего он, конечно, пропускал упоминания поляков и Польши. Например, Вингис опустил указания на все источники, которыми пользовался Захорский. Видимо, поскольку большинство авторов поляки. Есть и не только польские источники, но, видимо, их меньшинство, поэтому Вингис решил не упоминать о них вообще. Теперь, собственно, о преданиях. В книгу Захорского вошло 45 преданий, в перевод Вингиса 38. Оняхов это всю историю Вильнюса с момента его возникновения и даже еще до этого. Практически все тексты связаны с тем или иным местом в Вильнюсе, с историческими памятниками, с костелами, с известными лицами и с историческими событиями. Можно предания отнести на относящиеся к языческому времени и к христианскому после крещения Литвы. Последних большинство и все они так или иначе связаны с христианскими святынями. Но есть несколько текстов, которые повествуют о событиях, которые предшествовали крещению или произошли сразу после. И тут интонации Захорского и Вингиса существенно различаются. Например, когда Захорский просто пишет «Ягайло окрестил Литву», Вингис добавляет «Ягайло продался полякам, Салб окрещен и приказал окрестить тех литовцев». В предании о нападении крестоносцев главный герой Ясинский перед военной операцией в тексте Захорского исповедовался, всю ночь пролежал крестом, утром выслушал святую мессу в кафедральном соборе и принял причастие. Вингис заменил все эти подробности на краткую фразу «Всю ночь он горячо молился», из которой нельзя сделать вывод о конфессиональной принадлежности героя. В предании о монахах-францисканцах, которых замучили литовские язычники, тоже явно видно на чьей стороне симпатии авторов. Захорский описывает это так. «Разъяренная невежественная толпа напала на маленький монастырь, сломала деревянные заборы и схватила семерых монахов, которые спокойно, обнявшись и отдавшись на волю Божью, на коленях ожидали смерти. Опозоренных, немилосердно избитых и связанных канатами, их отвели на площадь и в том месте, где сегодня стоит городская ратуша обесклавили». Вингис более сдержанно и кратко описывает мучения монахов. Он пишет просто, что толпа схватила семерых монахов, которые, охвачены ужасным страхом, ждали смерти. Их схватили, связали, отвели на площадь и отрубили им голову. В текстах, относящихся к более позднему времени, Вингис также не упускает возможности ставить комментарии о поляках. Например, в предании о восстании литовского войска, не получившего жалования из польской казны в XVII веке, Захорский пишет, «По подстрекательству злых людей в войске начался бот». Вингис представляет причины восстания иначе. Вместо этой фразы он вставляет свой текст. «По пустому месту хоть обухом бей, так это три комиссара, не получив денег из польской казны, не могли удовлетворить законные требования воинов. Солдаты заподозрили их бездействие и восстали». При этом текст, в котором Захорский описывает зверства литовцев при нападении их на Польшу, еще до крещения Литвы, Вингис опустил. Вот предание здесь по-польски Техзахорского, я прочитаю перевод. «Для Польши языческая Литва была беспокойным и назойливым соседом. Литовцы пробирались через леса и болота по только им одним известным дорогам и вторгались границы Польши, жгли деревни и поселки, грабили имущество, резали стариков и детей и тысячами уводили в плен безоружных людей. Подобный поход предпринял на Польшу в 1384 году великий князь литовский Егайло. «Литовцы проявили неслыханной насилия и жестокость, резали стариков, с которых живлем сдирали кожу или накол сажали, бесчестили девушек, а младенцев бросали в огонь пылающих усадеб. Грабили, уничтожая все на своем пути, литовцы дошли даже до Вислича. Оттуда они, однако, вернулись и по дороге напали на Лысую гору, разграбили древние костелы, бенедиктинские монастыри, славившиеся своими богатствами». В этом предании говорится о литовском воине Давайнисе, который влюбился в пленную польскую девушку и женился на ней, получив дворянский титул и герб рода жены. Видимо, такое предательство со стороны литовцев Вингис и не мог допустить, поэтому этот текст он переводить не стал. Ну и, конечно, ему было неприятно переводить свидетельство того, что литовские завоеватели вели себя на чужих землях ничуть не лучше, чем те враги, которые нападали на Литву. Убрав из преданий Захорского еще и несколько текстов об инородцах, например, о евреях, Вингис создал образ полностью мононационального города. Хотя он напоминает, что там жили разные народы, но, тем не менее, по преданиям этого сказать нельзя. Как пишет в предисловии к моему переводу Тома Свенцова, сейчас на эти патриотические эксцессы можно смотреть с улыбкой, даже с некоторым пониманием, но необходимо отдавать себе отчет, что это именно эксцессы. На примере этого издания мы можем наблюдать, как создается мифология, как реальные исторические события, обрастая субъективными оценками, становятся стереотипами. С этими стереотипами связано второе обстоятельство, которое побудило меня обратиться к этой теме. В 2005 году известный польский этнолингвист, который много работы посвятил изучению этнических стереотипов, Ежи Бартминский, попросил меня написать статью о стереотипе поляка в Литве. Я пригласил в соавтора историка Павлю Сусубачуса, который написал большой раздел об исторических, культурных и религиозных предпосылках формирования этого стереотипа, а также фольклористку Лайму Англицкене, который занимался исследованием образов и народцев в литовском фольклоре. К тому же я исследовала современную публицистику и провела опрос среди студентов Вильнюса об их отношении к полякам. Получилось довольно большое исследование. Проблема этнических стереотипов в Литве оказалась действительно очень глубокой, можно сказать, фундаментальной. И поскольку на этой конференции речь идет об определенном временном этапе, я остановлюсь на нем. Современные исследователи в Литве отмечают, что во время Польско-Литовской унии и некоторое время после разъединения двух государств отношение литовцев к полякам было идиллически братским. Вот на цитату приведу ее. «Живя в одном государстве, поляки и литовцы считали себя братьями, иногда по-братски хвастаясь друг перед другом, но не как вечные враги. Потеряв государственность, однако не утратив стремление к свободе, как поляки, так и литовцы не представляли независимости отдельно друг от друга. Без сомнения в поведении литовских дворян, точнее дворян Великого княжества Литовского, преобладал сильный патриотизм, была ярко выражена любовь к родине. Однако этот патриотизм не обернулся дистанцированием от поляков, враждебностью к ним. Выходцы из этнографической Литвы, когда возникла необходимость определить свою национальность, называли себя поляками. Таким образом преобладает почти идиллическое чувство общности, ничто не предвещает приближающегося конфликта. Тем не менее конфликт произошел. В конце XIX века наступила резкая смена приоритетов и мнений. Литовские исследователи связывают это с эпохой национального возрождения и появления национального литовского самосознания. Поляк и литовец, еще одна цитата, поляк и литовец, оставив в конце XVIII века эру республики двух народов, как изредка меряющиеся между собой силами братья, вступили в XX век как смертельные враги, не находящие общего языка даже перед лицом великой опасности, готовые к серьезной борьбе сцепиться намертво. Один из очевидных аспектов этого изменения – развитие образа поляка, прослеживаемого в произведениях литовской литературы и публицистики XIX века, не только отражающих общественное настроение, но и провоцирующих и формирующих их. Под влиянием новых реалий пересматривается даже прежняя история. Историки подчеркивают, что негативный образ поляка, более отчетливо пробившийся после переворота 1926 года, как способ усиления национальной государственной идентичности литовцев, особенно актуализировался в 1930 году при весьма торжественном праздновании года Витутаса Великого, то есть 500-летие со дня смерти литовского князя. Один из главных его акцентов – «древний вождь» символически ведет литовцев избавлять Вильнюс от поляков. В надписях на множестве памятников, поставленных в этот период в честь независимости и павших воинов, часто эксплуатируется образ поляка, вечного врага. Эта тенденция очень ярко отразилась в литовских народных песнях, акценты в которых резко сместились на рубеже XIX и XX веков. Во многих песнях конца XIX века еще отражается давняя дружба между поляками и литовцами, когда все внешние проблемы и войны были общими. Например, раз уж поляки, я буду читать в переводе, чтобы не тратить время, раз уж поляки и наши братья боевать начали, то литовские парни им помочь хотели. Другой песней поляки будут литовцев. Вставайте, мужчины смелые, уже восстали поляки знаменитые. Ну вот, еще один текст, подлиннее, который я здесь привожу на слайде. Ах, счастливы те парни, которые слушают поляков! Ах, счастливы те молодые, что родину слушают! Гуляю по Варшаве, они красиво пели, защитнику польской земли счастливо служили. Сердце радуется и веселится, что нас поляки берут для защиты святой свободы и безопасности. И занялась весна, кукушка куковала, и приходит наш батюшка, который нас спас. Однако в межвоенный период появляются песни об освобождении Вильнюса и Вильнюсского края от польской зависимости. Оживают старые военные песни. Некоторые изменились незначительно, дополняясь важными деталями нового времени. Другие сохранили традиционную форму. Например, старая, сохранившаяся еще со времен восстания 1794 года, песня «Вильнюс-место жалей бромой» в городе Вильнюсе «Зеленые ворота» в период обретения независимости применялась уже к другим событиям. Падали поляки, как листочки, литовцы, как каменная стена. И застрелили польского вождя, польского полковника. Уж бегут поляки из Вильнюса, литовцы в Вильнюс. В этих песнях о потере Вильнюса поется, как о великом несчастье литовского народа, выражается возмущение самоуправством поляков. Земля трясется, свистят леса в Литву, поляки прискакали. Так, братья молодцы, с лужьями вперед, с родины поляков выгоним прочь. Польские уланы по крови бродят, а наши уланы мечами их рубят. Песня есть еще по структуре, напоминающую считалочку. И в ней прямо говорится о том, как литовцы будут убивать поляков. Я, может, ее читать не буду, если увидите. Будем гнать и стрелять раз-два-три, на своей земле держать не будем раз-два-три и так далее. Есть еще похожая считалочка. Раз-два-три, полякам Вильнюсом не править, погоним поляков в Варшаву, чтобы оставили нам Литву. Поскольку понятие поляка в сознании литовцев всегда связано с социальными различиями, поляк это прежде всего барин, в отличие от литовца мужика, то и в фольклоре часто отражается это противопоставление. Однако оценка поляка-барина не так однозначна. В одно и то же время записаны песни, в которых поляк является как желанным брачным партнером, так и коварным обманщиком. Вот, например, песни девушки, прусского барина не хотела, кувшин мне было жалко, получила польского пана за пестрый кувшин. Или зачем обещала матушка этому шельме-парнишке, этому кинчушке, я была годна только польскому солдатику, настоящему боярину. В балладе Юлиона, это вот то, что я прибывала, это цитата с песни 1899 года, и тоже в том же году записана баллада Юлиона, где польский генерал подговаривает девушку отравить брата, который противится ее браку с ним. Однако после этого этот польский генерал ее бросает, и она причитает, что теперь ей придется молодой бедствовать, забраться, молиться. То есть братца она все-таки отравила. Такая противоречивость, несомненно, связана с разной оценкой статуса поляка. С одной стороны, уважение к высокому положению в обществе, и это положение желанное, конечно. С другой стороны, обида и презрение к барину гордого простолюдина. Такие застарелые обиды, наложившиеся на разгоревшуюся в межвоенный период вражду, привели к появлению идеологических сказаний о происхождении поляков, которые существовали и ранее, но, возможно, не имели отношения к полякам. Существует три идентичных текста, они большие, я просто их перескажу, потому что читать это будет долго. Записаны они одновременно. Вот это два, это третий. Я просто покажу, насколько он больше первых двух, поэтому мне кажется, что он появился раньше. Вот эти первые два текста записаны в 1936 и 1937 году. И повествуют они о том, как еврей или поляк, или капс, не знаю, как перевести, житель Мариамполя, капсос, подрались с чертом, и Бог велел святому Петру или ангелу разделить их, но никак не мог этого сделать, и разрубил их мечом, отрубив им головы. А потом по велению Бога стал прикручивать головы обратно и ошибся. Голову черту надел на человека, а человеческую на черта. Надо отметить, что текст о капсе самый длинный и изобилует большими подробностями, что позволяет предположить, что этот вариант и был изначальным, евреи и поляк появились позднее. Правда, похожий текст, записанный еще раньше, в 1933 году, существует о бабе, которая поменялась с чертными головами. Окончание текстов тоже интересно. Различается. В конце истории о евреи Бог решил, что евреи умнее черта. А в конце истории о поляке констатируется, что поляки с тех пор плохие и коварды. Показательно, что существуют схожие тексты и о происхождении поляков с существенными различиями в деталях. В тексте, записанном в 1920 году, Бог сделал литовцев и поляков из разной муки, литовцев из ржаной, а поляков из пшеничной, причем разукрасил поляков сеческими красками, чтобы он был красивее. Однако собака проглотила поляка. Бог ее побил, она сдохла, и из ее костей появилось множество поляков. Это слева текст. В аналогичном тексте, записанном в 1937 году, обязанность по изготовлению поляков, шляхты, здесь Бог поручает святому Петру. И тот использует для этого пеклеванную муку, уже не пшеничную, с добавлением поила для животных и без украшений. Собака съедает приготовленную смесь и начинает бегать и испорожняться. Из ее помета образуется шляхта. Там, где попался камень, вырастает Каминскас, Гдеров Равинскас, Дуб Дымбинскас и так далее. Вот видны смещения акцентов. Казалось бы, в небольшой временной отрезок очень сильно эти акценты изменил. Таким образом, мы видим в этих уже полностью мифологических сюжетах четкое разделение на свой-чужой с явным отнесением поляков ко второй части оппозиции. В то время как до межвоенного периода акценты были немного другими. Вместо национальных различий скорее преобладали сословные и религиозные. То есть можно сказать, что именно в этот период мы можем наблюдать сформирование народной мифологии и этнических стереотипов, которые живы и по сей день. Конечно, исторические события влияют на обострение или наоборот сглаживание некоторых явных разногласий. Но сам по себе стереотип оказывается очень живучим. Мои исследования этнических стереотипов, проведенные в начале 2000-х, это подтверждают. Стереотипы о коварных, надменных, недружественных поляках в Литве живы по сей день. Остается надеяться, что при благоприятной политической обстановке, которая сложилась сейчас в отношениях между двумя странами, ситуация будет улучшаться. Тут я хочу привести цитату литовского мифолога, религиоведа и публициста Гентера Собереснявичаса, который описал изменения в собственном отношении к полякам с приходом независимости в 1990 году. Десятилетия назад поляки были еще врагами, как и в начале и середине века. Вспоминаю себя в 90-х, когда я внимательно следил за всеми движениями поляков и Польши, ищая везде подвоха и заговора. Однако ничего подобного не было, по крайней мере, в государственной политике Польши, которая однозначно поддержала стремление к независимости. Не надо, в конце концов, быть мудрецом, чтобы понять, что Польше нужна независимая и дружественная Литва. О нас нечего и говорить. Но здесь геополитические соображения необязательны. С XIV по начало XIX века мы были союзниками и друзьями. Возродить эту традицию не так уж трудно. Если я еще шесть лет назад с подозрением оглядывался на поляков, то теперь, встретившись с приятельными поляками, я просто радовался. Мы гуляли по Вильнюсу и Варшаве, засыпали друг друга, как из ведра, комплиментами. Как весело быть с поляками. Менталитеты похожи, историю та же. Исторические и государственные реминисценции те же. Опыт тот же, интересы аналогичны. Однако дальше он замечает. С поляками пить приятно. Но есть одно большое но. Не дай бог разговор повернет в сторону истории. Все оставшееся время вам придется говорить о 1939 годе, Катыни, Сибири и на другие не менее волнующие темы. И тогда остается надеяться, что с нашей литовской стороны не окажется любителем истории, который все свои аргументы будет начинать словами. Когда мой дедушка в 1920-м воевал в Вильнюсском крае против поляков. Если все-таки это произошло и разговор разгорелся, не озабоченным историей с обутыльником придется тихо сидеть и поражаться, как польские ругательства, похожие на русские. Спасибо. Большое спасибо за замечательный доклад. Спасибо. Я думаю, что должны быть вопросы. Пожалуйста. Ну, а вот вы знаете, скажем, в русских военных повестях 16-17 века, которые отражают военное столкновение с Речью Посполитой, интересно, что последовательно эти вот польские войска называются литвинами. Интересно. То есть русские авторы 16-18 военных повестей, да, они это не различают. Они говорят там какие-то гадкие там богомерзкие, литвины, литвины, последовательно. Это совершенно естественно. И тут мы действительно вступаем в область исторической памяти, так сказать, другую, не фольклорную область. Но и, наверное, доклад просто, доклад очень определенная тема. Но это совершенно естественно, потому что вот эта литовская идентичность, она, скажем, у Редзивилова была. И вообще, так сказать, осознание себя, ну, Литова учизна мое, да, писал Мицкерич? Мицкерич, конечно. Да, то есть ощущение себя литвином – это как бы чрезвычайно престижная вещь. И это вот, ну, не знаю, Ванда Пятна, наверное, может нам что-то по этому поводу сказать, но это просто, ну, как бы сказать, параллельная тема. Если можно, еще одну реплику. Время прошло очень большое, и думаю, что многое что изменилось. И теперь по телевидению даже маленьким детям объясняют, что поляки, которые напали на Вильнюс в 2020 году, они любили этот город. Они считали это своим городом, и они были как бы пришельцы с Вильнюсского края. Так что я часто, я ищевляю из севера Литвы, и часто вижу поляков в военной форме, в кафе. Это совершенно нормально уже. Так что времена, времена другие. Да, несомненно, времена другие, я об этом тоже сказала, и слава Богу. Да, да. И они ходят в военной форме, так как это летчики. Да, но стереотипы, к сожалению, живучи. Вся эта мифология, она остается и в фольклоре, и в менталитете, и в сознании. Стереотипы живут дольше, чем историческая правда. Несомненно, да. Ну, и потом... А то, что эти войска называются Литвинами, ведь, я думаю, конечно, это Евгения Львовна больше знает об этом, но эта же Ливония сначала сдалась Литве, и только после, по-моему, Люблинской унии уже перешла на всеобщее управление, общее управление с Польшей. Но сначала в городе Пасмолис, это на севере, совсем недалеко, сдался последний магистр Львовны. Спасибо. Так, Евгения Львовна, пожалуйста. Я хотела на другую тему немножко задать вопрос, тоже, так сказать, из истории. Маша, вам нигде не встречались такие упоминания о двух восстаниях XIX века, где такая была очень интересная коллизия, когда поляки с литовцами выступали вместе, до какого-то момента у них были единые интересы, но в высшем накале борьбы и успехов восставших оказывалось, что дальнейшие интересы у поляков и литовцев разные. Ну, собственно говоря, имперские войска русские бы их и так победили. Но вот это разногласие, оно, во-первых, показывает противоречия, которые были глубинными между поляками и литовцами и в то время, ну и, конечно, они сыграли свою роль на активности дальнейшего сопротивления восставших. Вот никак это не отразилось либо в фольклоре, либо у того же Берсинявича, у кого-то еще из авторов. Ну, я, понимаете ли, историей не занимаюсь, я поэтому пригласил соавтора Павлюса Субачеса, когда мне нужно было писать на эту тему, потому что он как раз все исторические, политические процессы описал. Я, помимо того, что вот встретилась у Вингиса, нет, в фольклоре этого не встречала. Только вот то, что я читала в этом описании Вингиса. Ну и в его преданиях, естественно, потому что там он тоже приводит свои суждения. Интересно, в польском, так сказать, историческом сознании присутствует значение Егеллы, значение 1387 года в победе в Гренвальской битве, и что без участия Литвы победа в 1410-м была бы невозможна. Вот, и это как бы очень ценится. И даже когда обсуждался, когда было междуцарствие в Польше, первое междуцарствие, и обсуждалось, что, может быть, пригласить Ивана Грозного на польский престол, то полемисты, публицисты польские писали, ну вот мы же объединились, да, вот вы говорите, что он там варвар, Иван Грозный, жестокий, самодержит, но мы же вот объединились в 14-м веке с Егеллой, он же язычник тогда был. А смотрите, как хорошо получилось. И в Гренвальде победили, и стали такой мощной страной, речью посполитой. Давайте позовем этого варвара Ивана IV. То есть это присутствует как бы благотворный результат объединения двух стран. Кстати сказать, это очень обидно для других этносов этой речи посполитой, потому что она называлась, жест посполита, обойга народов, обоих, то есть поляков и литовцев. Как будто там нет украинцев, белорусов, уж украинцы-то не составляли никакого меньшинства. Их было очень много, но они были invisible, да, они были совершенно неразличимы. А были различимы только литовцы и поляки. И вот эта республика обоих народов, и других никого нет. То есть в польском сознании, в менталитете эти вот положительные моменты как-то отражаются. Я думаю, нам не хватает Витота Сажалиса здесь для дискуссии. Не готова на исторические темы. Мне кажется, что то, что показала Маша, это Мария Вячеславовна, это как раз говорит о вот такой лоббильности этого сознания, этого ощущения идентичности, о том, как это все хрупко и как это все вообще подвержено изменениям. А из совершенно другой сферы можно привести как такое, мне кажется, высшее символическое воплощение русской идеи свободы. Вот то, что выразила Куджава в своих польских песнях. Мы связаны поляки навек одной судьбой. Ну то есть вот мне кажется, что идея свободы, наверное, нигде так полно не выражена, как в этих песнях. Спасибо большое. Спасибо, Мария, за доклад. Если можно, я тогда спрошу вопрос. Конечно, для литовца очень интересно слушать, как ученые из других стран разбирают такую чувствительную тему. Потому что она до сих пор, я здесь говорю, не как посол Литвы, как граждан Литвы, как любители истории. До сих пор это такой, ну не знаю, стереотипный стереотип. Вы через предание прошли этот вопрос. Ну говорю, вообще в жизни это очень чувствительная тема. Но я иногда отвечаю, что, скажем, между литовцами и латушами вообще нет проблем. Так как у нас не было никаких территориальных претензий к друг другу. Мы жили в отдельных орбитах цивилизационных, и нет проблем. Но когда нет проблем, нет и связующего нас. Только, конечно, теперешняя история, когда мы три балтийские страны вместе. Но, так что говоря про стереотипы, очень чувствительная тема, которая должна безусловно развиваться. Но если резюмирую, что основной фактор становления стереотипов? Это, вот вы начали про исторические какие-то события, которые, скажем, влияли на развитие этой, что это история, это какие-то, вот предыдущий был вопрос, я, извиняюсь, не совсем знаком, участниками, вот мужчина привел, в общем, красивый, красивый пример, когда польские солдаты с севера Литвы, это в Шевляй, вооруженные силы Польши, они раз от разу бывают, как ротация натовских войск, они с официальными формами пьют пиво, ну, кофе, да, в шевляйских ресторанах, и люди смотрят на это очень естественно, да, нету вообще сейчас каких-то отношений там. Так что, может быть, история и эти события влияют на развитие стереотипов. Если говорить о стереотипах вообще формирования мифологии, то прежде всего, как заметили многие ученые, которые занимаются как раз проблемой свой-чужой, больше всего ненавидят соседей. То есть, чем ближе человек, тем, например, если мы что-то будем говорить о японцах, то, скорее всего, у нас не будет какого-то явного, четкого стереотипа, образа. А если говорить о тех, кого мы постоянно наблюдаем, ну, вот есть конфликт русских-украинцев тоже в анекдотах, это не относится к последним событиям, а очень-очень давние истории. То же самое в Литве, стереотипы не только о поляках, конечно, есть и о русских, и о евреях очень много. И говорить об их предпосылках, что именно определяет, очень сложно, потому что это целый комплекс проблем. Но что касается поляков, вот поскольку я писала на эту тему большую статью, главный отличительный признак – это язык. Вот он просто во всех фольклорных текстах, во всех поговорках, очень много таких вот обыгрываний именно этих различий в языках. Постоянное издевательство над поляками, что они пшеки, там потом есть предание о том, что бог говорит по-польски, тоже очень интересно, потом он изменяется на дьявол, он говорит по-польски. То есть вот это вот различие в языках именно в данном случае для литовцев и поляков очень существенно, со стороны литовцев. Ну, понятно, что там еще и сословные различия, и потом и религиозные, и все это такой конгломерат проблем, которые вот как раз мы попытались в этой коллективной статье описать. Ну, сейчас у меня просто нет возможности это все повторить. Спасибо большое. Я вроде свое слово сказала еще, но могу только дополнить вот о чем. Скирмантос, по-моему, или кто еще говорил о Литвинах. Я точно не знаю, какие войска имелись в виду, с какой территории они собирались, когда их назвали Литвинами, но, судя по всему, ну, хотя бы по тому же Мицкевичу, Литвинами называли себя смесь литовцев, белорусов, которые не были поляками, но это была часть ополяченная, но не признававшая себя по происхождению поляками. Вот это что-то среднее между литовцами и поляками, и называли себя Литвинами. Но, опять же, если вы вспомните Мицкевича, его балладу о трех братьях, там же и есть выбор как раз Литвинов, куда им податься, в Польшу или в Россию. Вот это очень хорошее отражение самосознания человека, Литвинского, который не выбрал, кто он, но он человек определенного места по рождению и по проживанию, и относится, соответственно, и кто из другой страны. Ну, вот так, наверное, я бы ответила на вопрос о Литвинах. Спасибо. Не знаю, мне кажется, что это совершенно очевидно, но определенно, что Литвины, это действительно были жители этнографической Литвы, если так можно выразиться, и это, так сказать, польское самосознание, и, ну, это, ну, как бы сказать, такое историческое реалие, когда Бицкевич действительно ощущал себя Литвиной. Спасибо. 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 Спасибо.